Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим яблочный пирог Тарт Татен. Это один из самых знаменитых яблочных пирогов французской кухни. Рецепт очень оригинальный и вкусный. Если я вас заинтересовала, оставайтесь со мной. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписывайтесь на мой канал. Сначала приготовим тесто для пирога. Для приготовления нам понадобится мука, сливочное масло, вода и соль. Одну вторую чайной ложечки соли добавим в ледяную воду и хорошо перемешаем. В миске смешиваем 200 грамм муки и 100 грамм холодного сливочного масла. Масло с мукой можно перетереть разными способами. Просто руками натереть масло на терке, либо порубить ножом. Также это можно сделать в кухонном комбайне. Мне удобнее это делать руками. Вот такая примерно крошка должна у вас получиться. Соль у нас хорошо растворилась в воде и понемножку теперь добавляем ледяную воду. И продолжаем перемешивать. И в этот раз уже это можно делать с помощью силиконовой лопатки, либо ложки. Преимущество этого теста в том, что слишком долго его вымешивать не нужно. В общей сложности я добавила 60 миллилитров воды. Когда вы видите, что тесто уже стало собираться в комок, слегка припыляем стол мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и немного, вот так буквально одну минутку, его вымешиваем руками. Тесто получается послушное и не липнущее к рукам. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем его в холодильник минут на 30. Пока тесто у нас отдыхает, подготовим яблоки. Валерно брать яблоки твердых сортов. Я буду использовать пинк леди. Яблоки очищаем от кожуры, затем разрезаем их напополам и убираем сердцевину. И нарезаем их, если яблочки у вас мелкие напополам, если вот такие крупные как у меня, у меня каждое яблоко зависело 200 грамм, то примерно каждую половину на 4 части. Для этого рецепта яблоки нарезаются крупно. Затем подбираем удобную формочку. Желательно, чтобы это была металлическая неразъемная форма. Силиконовые формы не рекомендуют использовать для приготовления тарт татен. Размер моей формочки 25-27 сантиметров в диаметре. Теперь приготовим карамель. Для этого смешиваем 90 грамм сливочного масла со 130 граммами сахара. Можно слегка помешивать силиконовой лопаткой. Оставляем расплавиться сахар со сливочным маслом до приобретения карамельного цвета. Все это проделываем на небольшом огне и регулярно помешиваем. Вы сразу увидите, как цвет карамели начинает меняться и почувствуете приятный карамельный запах. Карамель готова. Пока отключаем огонь. И аккуратно, смотрите, не обожгитесь, укладываем яблоки в карамель. Поэтому я и говорила, что чтобы не теребить туда-сюда карамель, туда-сюда яблоки, то очень удобно все это делать в одной емкости. Укладываем как можно плотнее. Зачем нужно укладывать яблоки очень плотно? Потому что при термической обработке они у нас значительно уменьшатся в размерах. Возвращаем сковороду на огонь, но уже с яблоками. Уменьшаем огонь до минимального и оставляем тушиться минут 15. Последние 5 минут можно прикрыть сковороду крышкой. Пока мы занимались с яблоками и карамелью, тесто хорошо охладилось. И теперь его нужно раскатать. Я это буду делать для удобства на пергаментном листе. В пласт по диаметру немного больше, чем наша формочка. Толщиной примерно пол сантиметра. И аккуратно перекладываем тесто сверху на формочку. Убираем пергаментную бумагу. И немного подравниваем тесто по размеру формочки. Формируем пирог, немного убирая кончики теста внутрь. В середине тарта делаем небольшое отверстие, чтобы воздуху было куда выходить. И отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 35-45 минут. Конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Друзья, вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Конечно, с этим пирогом стоит немного повозиться, но это стоит того. Получается очень-очень красиво, оригинально и вкусно. Подают обычно тарт татен с шариком ванильного мороженого, но также можно его подать с небольшим количеством сметаны. Пирог очень вкусный как в теплом виде, так и в холодном. Всем желаю приятного аппетита! Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!